Привет, это Наташа и сегодня мы поговорим о одной из самых крутых и популярных серий в линейке Samsung Galaxy A. В прошлом 19 году смартфон A50 просто порвал все продажи напрочь, обзоры на него смотрели миллионы людей и я наверняка уверена, что многие из вас прямо сейчас смотрят это видео именно с Samsung A50 или может быть какой-то другой модели из этой линейки. Поэтому так как A50 по умолчанию крутой, я решила, что стоит изучать эту линейку дальше и сегодня я посмотрю на Galaxy A71, обновленную модель в 2020 году Galaxy A70. Черный, синий и аура. Погнали смотреть. Ломбочку срезаем и открываем. Сам смартфон. Здесь в крышке лежит инструкция. Но, кстати, здесь достаточно места для того, чтобы сюда можно было уместить чехол. Будет приятно, если Samsung начнут его класть, но у меня есть отдельный, такой вот классный, приятный. Я не знаю, коралловый это цвет или розовый. Но к нему мы перейдем чуть попозже, когда я посмотрю, что у нас в коробке. Смартфон пока откладываем. Блок питания на 3 А. Зарядный кабель Type-C. И наушнички. Наушнички в комплекте, кстати. Приятно. Нормальные. Нормальные на самом деле. Что важно, получается, что у нас здесь разъемчик-то, посмотрите. Миниджек. Миниджек, значит, в самом смартфоне нам оставили этот разъем. Но, знаете, даже несмотря на то, что на своем Galaxy S10e, которым я пользуюсь постоянно, у меня тоже есть миниджек. Все-таки я чаще пользуюсь True Wireless наушниками. Поэтому я вам покажу классные наушники от Interstep. 720-я модель. Что в них интересного, так это то, что у них не один, не два, а целых четыре микрофона. Два из которых используются для шумоподавления во время разговоров. И получается, что собеседнику вас при отсечении лишнего шума замечательно слышно. И при том, что они звучат лучше, чем AirPods, они ничем не уступают им, потому что здесь также есть оптический сенсор, с помощью которого наушники распознают, что вы вынули их из уха и останавливают трек. Очень-очень удобная фича. Я думаю, что все, кто с ней знакомы, согласятся. Наушники на одном заряде живут 6 часов. Их можно от кейса подзаряжать еще 4 раза. Сам кейс заряжается от Type-C разъема. Протокол подключения к смартфону Bluetooth 5.0 Low Energy. Так что во всем эти наушники хороши. Я могу смело вам их рекомендовать к покупке. Все ссылки в описании. По промокоду, как всегда, скидочка. Теперь моя самая любимая часть распаковки. Это непосредственно снятие пленочки со смартфона. Кстати, я его впервые сейчас перевернула и поняла, что у него очень красивый цвет. Тихонечко не торопимся, наслаждаемся. Вот такая вот красота. Меня, кстати, даже не смущают вот эти камеры, потому что уже и у айфона, и у пикселей эта история существует. И уже глазу как-то привычно. Камеры вообще, короче, вид не портят. Мне все очень нравится. Давайте его сейчас быстро активируем, и я к вам вернусь. Значит, пока активировала смартфон, решила не терять время и распаковать два оставшихся цвета, чтобы вы сразу их заценили. Это получается у нас Aura. Это синий, это черный. А это справа, вы спросите, что? Это у нас A70. Я специально его положила рядышком, чтобы вы могли сравнить отличия. Сразу смотрим, видим различия в камерах. Но, знаете, глядя на эти камеры, я могу сделать заключение, что они просто расширились в размерах. И именно по этой причине теперь, когда вы будете пользоваться своим новым смартфоном, можно будет его отличить от старой модели 2019 года. Надпись Samsung чуть-чуть переехала вниз, ну как чуть-чуть, переехала в самый низ. И изменился рисунок на задней панели, точнее он в принципе появился, такой графичный. При этом сам вот этот приятный переливающийся оттенок смартфона никак не изменился, и это очень круто. Мне дизайн явно нравится новый больше. Я уверена, следующее явное отличие в дизайне вам точно понравится. Активируем A71, A70. Прекрасная наша капля стала прекрасной точкой, и теперь не только на флагманских моделях можно встретить это решение для фронтальной камеры, но и в A-серии. Что круто, и мне явно нравится больше. Но тут опять же нужно понимать, что в выключенном состоянии вы этой разницы не заметите. Слушайте, ну я реально в замешательстве. Хорошо, что на студию к нам приехал человек, который сможет мне помочь. Закатывайся, Наташ. В буквальном смысле приехал. Это то, чего все так долго ждали. Ну давай, что у тебя тут? Значит, A70 старая моделька 2019 года, A71 2020 года. Ну он тоненький, да? Он тоньше стал. По официальным техническим данным нет. Как будто, да, смотри. Или это просто из-за дизайна? Ну а ты возьми темный, темный возьми. Мы размер проверяем. Не, слушай, мне кажется, что такое же. Ну камера выпирает, видишь, зато. Ну и тут выпирает камера. А не так выпирает. Она чуть-чуть выпирает. Нам платит Samsung или нет? Можно? Нет. Ну, тогда, как бы, диагональ экрана здесь осталась прежней. 6,7 дюймов. Супер AMOLED матрица. 1080 на 2400 точек. И когда я впервые этот смартфон распаковала, было реально очень непривычно для меня. Соотношение сторон 20 к 9. Мне кажется, на нем будет просто офигительно смотреть видеоконтент. Дальше хочется сказать про батарею, потому что она как была офигенной, так и осталась. 4500 мАч. И это хорошо. Это очень хорошо. По памяти, которая здесь установлена, это 6 или 8 гигабайт оперативной, 128 встроенной. Можно расширять также ее до 512. Здесь вообще можно одновременно вставлять две симки и сразу карту памяти. Этот смартфон офигительно удобен. Как в плане экрана и потребления контента, так и в принципе в общем пользовании. Что изменилось кардинально, так это процессор. Snapdragon 675, который стоял в А70 модели, изменился на Snapdragon 730. Кстати, на этих моделях в принципе нету Exynos, что для вас и для меня отличная новость. Я уже провела тесты Antutu и Benchmark, и разница реально заметна. В играх, например, в PUBG или в танках, FPS проседать будет меньше, играть на смартфоне будет приятнее. Это отличная новость для всех, кто любит мобильный гейминг. Теперь возвращаемся к тому, с чего мы начали. Внешний вид камер мы уже обсудили, но давайте поговорим о том, как они изменились все-таки функционально. 64 мегапикселя основная камера, 32 мегапикселя ультраширокоугольная камера, 5 мегапикселей сенсор глубины так и остался, каким и был, но появился новый сенсор макрокамеры. Честно говоря, я лично макросъемкой пользуюсь, ну, никогда. И поэтому о том, насколько это полезное внедрение, мне говорить сложно. Но я уверена, что фотографы мобильные, которые действительно прям заморачиваются по поводу красивых, красочных фотографий, этот модуль оценят. Я его вам просто покажу, как он работает, вы уже сделаете свои выводы. А я все-таки сделаю выводы по тем камерам, на которые я фотографирую каждый день. Значит, если мы сравниваем А71 с А70, я, честно говоря, вот так вот с первого взгляда не скажу, что есть какие-то разительные отличия. Возможно, есть разница в цветопередаче, но мне кажется, что все-таки все зависит именно от условий, от экспозиции, от того, сколько свет попадает на матрицу. Именно качество, как по мне, изменилось не сильно. Фронтальная камера, кстати, осталась прежней, на 32 мегапикселя. Фотографируют также по-прежнему хорошо, но, слушайте, к камерам Самсунга у меня вообще никогда не было претензий. Тут можно просто сделать такое заключение, что я разницы с предыдущей моделью конкретно не вижу. И фактически получается, что я вам уже все про смартфон рассказала, что вам нужно знать. Изменений у него действительно не так много по сравнению с А70. И вот передо мной встает вопрос сейчас, я себе честно на который пытаюсь ответить, а вот стоит ли переплачивать? Понятное дело, что Новый год, новый смартфон, новая цена. Может быть, стоит выбрать все-таки А70, к нему купить классные беспроводные наушники и наслаждаться жизнью? А с другой стороны, почему бы себя не порадовать новым свеженьким девайсом 2020 года, если у вас какой-то старый смартфон, который вам приелся. А что за цена вопроса какая? Смотри, Новые 30 тысяч, это получается на 4 тысячи дешевле 26. Но это официальная цена, можно его подешевле еще найти. Вот эти новые Samsung, они классные, а серия у них классная, они красиво делают. Но, во-первых, влагозащиты... Нет? Нет. Потом, вот эти макрокамеры, которые они сейчас пуляют везде, они, по-моему... Можно я проверю? Ну, я вот честно сказала, что я макрокамерой не пользуюсь. Так, потому что ей никто не пользуется. 3 сантиметра... О, прям, можно почти коснуться даже. Так. Ну, посмотри, что это такое. Если прям вот нравится вот этот дизайн в таком каком-нибудь цвете, то ждать падения цен, потому что они всегда снижают через несколько месяцев. Если не в срочную, если есть возможность подождать, то есть вероятность, что цена на новый А71 упадет, можно будет его себе взять, потому что реально процессор у него гораздо лучше, да, и внешний вид. Красивый чехол идет в комплекте. Давай распакуем, наденем. Что, прям красивый? Ну, тебе нравится цвет? Мне очень нравится цвет. Ну, зацени, кожа. Так. Якубова. Красиво. Нет, ну, цвет мне явно нравится больше, конечно. Они реально сделали силикон как... Нет, все-таки у айфона вот эти чехлы силиконовые поприятнее. Слушай, ребята и так думают, что у нас с тобой война. А сейчас, когда я затоплю за Самсунг, ты за айфон. Ты же просто Самсунг фанатка, да? Нет, у нас он... Я, да, я... Ты же ходишь в Самсунг? Да, у меня Самсунг вот мой. И та же по чесноку, без переплат и проплат ходит с Самсунгом. Хотя тут столько телефонов валяется, можно себе любой выбрать. Мне вот не нравится, что когда камера не посередине. Тебе удобно селфи делать? Нет, мне офигительно, я привыкла. Это, знаешь, это дело привычки. Так. Ты сразу квадратники делаешь, да? Да, ну у меня старая привычка. А давай теперь на новый. Класс, это надо выложить даже. Мы соберем кучу лайков. Да, собираем ваши лайки. Кстати, под этим видео тоже. Отдельная рубрика за жизнь, когда со смартфонами мы разобрались. Ну как тебе тут, в этой пацанячьей атмосфере? Ну ты знаешь, когда как. Да нет, на самом деле, но нет, не сложно. Все адекватные, все приятные люди здесь работают, других не берут, поэтому... Да, я бы тоже тусила. Так что ты можешь сюда перебираться, но совсем. Боже, ну как смешно, я приехала, они как подоставали все свои машинки на радиоуправлении. Они каждый день так... Нет, скорее всего нет. Увидели девочку новую, и сразу все свои игрушки. Смотрите, какие у вас. Да, это очень смешно. Валя начал играться. Так что я говорю, перебирайся, перебирайся в поддержку. Мне, чтобы я не одна была здесь. Ну, я так иногда прилетать могу. Наташа не уверена, ты реагируешь на лет, но хотя бы приезжай почаще. А ты к нам? Ты собиралась там закапывать? Да, да, да. И если попаду в Украину, то обязательно спрячу там AirPods вместе с тобой. Ты мне покажешь самые крутые места. Злачные места? Да, обязательно. Все, ну мы дружим, мы поняли? Мы не то чтобы... Мы просто не сильно общались, потому что мы далеко. Нас разделяло расстояние. Да. На самом деле, многие хотели увидеть наше совместное видео, увидеть, что мы друг другу не выцарапываем глаза, не вырываем волосы. Они хотели бы этого, мне кажется. Мы можем чуть-чуть вот так. Ты меня, а я тебя. Мы с Наташей разговорились, и в принципе, можем болтать так бесконечно, но, к сожалению, мне кажется, YouTube не поймет нас, если у нас будет десятичасовое видео. Это просто камера ZTM-чик такой, а мы остаемся в кадре. Мне кажется, нужно отдельное видео, где мы с тобой болтаем. Давай на мой канал снимем. Супер. Все. Заметано. Можно по скайпу даже, если что. А, забыла самое важное сказать. Мы же эти все смартфоны разыграем. А, в смысле, да? Да, все цвета. Все, я тоже стратегически. Ну, я туда тоже смотрела. Короче. Сколько разыгрывается? Вот эти вот три цвета замечательных мы разыграем. Между вами все условия будут в описании под этим видео. И там же можно идти. Инстаграм Наташи. Инстаграм Наташи. Ютуб-канал Наташи. Ютуб-канал есть? У меня нету, да. Ладно. Все условия, все ссылки. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пока.